Привет, друзья! Сегодня я представляю вашему вниманию упражнение для свободописания, раскрепощения руки, для легкости, для того, чтобы легче писать картину спонтанно, эмоционально, не затюкивая ее, чтобы быстро, легко, эмоционально, красиво получилась картина. Нужно, чтобы мазок и штрих были нанесены с такой легкостью и расслабленностью. И чтобы расслабить руку сейчас, я сделаю упражнения, покажу вам их. Сначала мы берем кулачок, напрягаем ручки, расслабили, напрягли ручки, напрягли, напрягли всю ручку, расслабили. Напрягли ручку, расслабили ручку, напрягли ручку, расслабили, напрягли ручку, расслабили. Потрясли руками. Покрутили в разные стороны. Вы делаете количество раска, которое вам необходимо для расслабления руки. Встряхнули еще раз. Теперь мы на себя ручки вниз. На себя ручки вниз. На себя ручки вниз. На себя ручки вниз. Фкан напрягается, расслабляется. На себя вниз. И пальчиками вот так поделаем. Пальчиками вот так поделаем. Прибираем ручки. Итак, начинаем. Сначала мы с вами делаем по всему листу вот такие круговые движения. Можно взять еще лист еще больше. И получится еще больше захват листа своей рукой. И в другую сторону. Это очень упражнение хорошо помогает для того, чтобы разработать руку. Рука двигается по такому направлению. Как раз такое хорошее упражнение для того, чтобы в тонусе держать. Можно вообще вот огромный лист и вот так пройтись по нему. Вот так вот прям такие широкие движения делать по листу. Можно заполнять полностью весь лист. Я сейчас просто быстро покажу, какие вообще упражнения бывают. Дома вы сами можете полностью весь лист заполнять вот этими полукругами. Сейчас мы будем делать такие круги. Мы не думаем о том, криво, косо. Я понимаю, что сейчас многие будут думать, что это за кошмар такой, что это за линия. Но мы не думаем сейчас вообще ни о чем. Вот делаем такие круги. И нас ведет рука. Вот как нас она ведет, так и делаем. Ну, не выкидываем такие сейчас листы. Не рвем их от злости, что у нас ничего не получается. Просто делаем все. Мы не задумываемся о том, что тут что-то не так. Не включаем критику. Вы выключили критику и все. Дальше мы можем вертикальными линиями работать. Я сейчас на полу. Может, мне не очень удобно, но вы можете делать где угодно, как вам удобно. Тональность сейчас я не соблюдаю никакую. Не думаю об этом. Нет, другая задача стоит. Хотя эти же упражнения можно делать и с соблюдением тональности. Это может быть как второй этап упражнения. Но мне кажется, это когда вы уже более такую свободу почувствуете. Другие линии, горизонтальные идут. Можно сверху не идут, но стесняйтесь. Ничего страшного. Мы горизонтальные когда поделаем, делаем вот что еще. Этот круг мы сейчас берем и бежим-бежим. Вот так кругами. Бежим-бежим. Труба такая получается. Дальше мы можем делать в стриховке уже дегональ. Если у вас цель для рисунка разработать руку, то конечно здесь можно построже делать потом упражнения. Начать с этих упражнений, когда вы не думаете сильно о штриховке, о тональности. По-другому диагональ идет. Итак, восьмерки можно поделать. Великолепное упражнение тоже. Восьмерки в разные стороны причем можно делать. Советую даже больше лист взять. Мне сейчас просто было неудобно брать больше лист. Но вообще я раньше делала на большом листе, на формате А0.1. Все эти упражнения это вот просто супер перед написанием картины, либо рисунка. Это супер просто вдохновляет, супер ставит руку. Затем просто мы делаем такую колбочку. И бежим по ней ручками, повалами. И выпускаемся. Также можно попробовать, мы вот делали правой рукой, да, можно попробовать левой рукой теперь поработать. Это очень полезно для художников и не только для художников. Вот я левой рукой сейчас полукруг делаю. Это очень тоже хорошо. Для головы и всего. Я, например, резинку бывает держу левой рукой. Очень удобно. Левой рукой сейчас я импровизирую. Я редко, реже пробую левую. Вот, левый у меня вот так получается. Я правша. Левый вот так. Это полезно. В Баухазе его использовал Итан. Это мы двумя руками. Правда, там мелок он, по-моему, использовал. Но это не важно. Я сейчас взяла просто первый попавшийся карандаш по-быстрому. Упражнения разные можно поделать. Двумя руками одновременно. Это очень, по-моему, хорошо для развития. Одновременно. Вот, можно разное. Все что угодно в голову идет. То и рисуйте. Двумя руками. Пока! Всем пока!